Шотландия. Почти 80 тысяч квадратных километров пленительных пейзажей. Чарующая дикая местность и завораживающее природное разнообразие. Культовые и редчайшие виды охотники и жертвы. Запечатленным на протяжении четырех времен года здешним обитателям понадобится вся их сила и стойкость, чтобы выжить в сложных и непредсказуемых условиях. Шотландия. Дикий год. Зима в Шотландии – суровое время. Испытание на стойкость для самых выносливых животных. Но пока что зима нарушает все правила. Конец января. А на западе шотландского высокогорья – тепло. Почти как летом. Зима. Зима. Не по сезону мягкая погода вывела благородных оленей из укрытия. Обычно в такое время они прячутся в лощинах. Но снега и пронизывающих ветров нет, и олени возвращаются на холмы, где все еще полно вереска. Большинство самок уже беременны. И самцам не нужно за них сражаться. Но внезапное зимнее солнце пробудило боевой дух. Никогда не бывает лишним напомнить, кто здесь главный. Устраивать турниры опасно. Зима все еще может дать о себе знать. У самцов почти не осталось жировой прослойки, чтобы пережить сложное время. Им нужно съесть как можно больше вереска. наполнить желудки пока есть возможность. Всего в 30 километрах к югу от оленей находится дикий остров с изрезанным берегом – Нойдарт. Здесь столетиями паслись олени и овцы. Поэтому деревьев на острове нет. Местность тут суровая. Большинство фермеров и арендаторов покинули остров. Но несколько каменных построек осталось. Кое-какие из них стали убежищем. местом, где животные прячутся от ветра и дождя. Один из хищников нашел себе самое теплое местечко. самка лесной куницы обустроила себе гнездо в старой упаковке с утеплителем. Холодный ветер раскачивает стропило обветшалого амбара. Но ему не заглушить в кунице инстинкт охотника. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она не одна. Мыш-полевка притаилась в старой кастрюле. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь совсем не так, как в древнем лесу, где куница привыкла охотиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но в отчаянной попытке найти убежище для зимовки она сорвала джекпот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тут одно из немногих мест в Нагорье, где есть чем поживиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Преследовать добычу легче под покровом ночи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Днем полевка может убежать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все-таки ей удается проскользнуть в безопасное место. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Возможно, не все еще пропало для куницы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Снаружи собираются полевки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Им тоже нужно зимнее убежище. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но они опасаются того, что внутри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА обратно в камни. Наконец, полевка забегает внутрь и натыкается на голодную куницу. Куница идеально обосновалась на зиму. Ни одному мелкому зверьку не выжить, пока она внутри. Пространство между Высокогорьем на северо-западе и низменностью на юге занимают пахотные земли Стерлингшира. Две недели назад казалось, будто зима, наконец, пришла. Фермеры запаслись дополнительным кормом, чтобы обеспечить свой домашний скот. Но снежные бури продлились недолго. Плохие новости для красных коршунов. Несмотря на двухметровый размах крыльев, птицы не способны охотиться на большую добычу. Зима убивает за них. Если падали не будет, они начнут голодать. Считавшиеся паразитами в викторианскую эпоху, коршуны были практически истреблены охотниками. Но 30 лет назад защитникам природы удалось их спасти. Они разбили станции кормления, чтобы помочь пернатым. Перспектива бесплатного обеда вызывает переполох. И вот уже коршуны пикируют в небе. Стремясь ухватить мясо, пока оно не закончилось. Когда мясо на исходе, птицы борются за остатки. Если зима не начнет обеспечивать пернатых мертвыми животными, бесплатная раздача — их единственный шанс на выживание. Между Шотландией и Норвегией, почти в 650 километрах к югу от полярного круга, расположена группа из ста островов. Шотландский архипелаг. Ночью, когда частицы магнитного поля Земли сталкиваются в небе, начинается представление. Во время зимнего солнцестояния северные огни горят по 18 часов. Но с течением зимы дневной свет сводит их на нет. Одна из семей выдр участвует в гонке со временем. Самка рождает каждый год. Но она не может принести новое потомство, пока нынешние щенки не станут самостоятельными. Она подталкивает их к независимости, проявляя особым образом любовь. Сегодня утром появилось новое правило. Каждый должен сам поймать себе завтрак. Когда все в воде, мать ускользает от детенышей. И вот она уже у берега с огромным осьминогом. Его бы хватило на всех, но мама ест его сама. Вне зоны видимости своих малышей. Из-за голода щенки проявляют находчивость. И охота более успешна. Но первый улов самца небольшой и костистый. Его недостаточно. Но вскоре подворачивается возможность. Его сестра поймала рыбку покрупнее. Украсть добычу гораздо легче, чем поймать. Но сестра не собирается уступать. Жирный пиногор стал яблоком раздора между голодными братом и сестрой. Никто не хочет отказываться от деликатеса. В битве силы воли и упорства победу в итоге одерживает сестра. Пока сестра наслаждается завтраком, ее упавший духом брат зовет маму. но она не спешит на помощь. У нее еще осьминог недоеден. Самец познал вкус взрослой жизни. И со временем станет еще тяжелее. В 400 километрах к югу от шотландского архипелага расположены Кернгурмские горы. Обычно февраль здесь самый снежный месяц. Но в этом году все иначе. Пока нет никаких признаков грядущих заморозков. тепло настоящая катастрофа для зайцев-беляков. Единственное их спасение от беркутов камуфляж. Каждую зиму их мех из коричневого становится белым, сливаясь со снегом. А снега все нет. И теперь они легкая мишень для голодных беркутов, кружащих над головой. Этой зайчихе лучше застыть. Даже когда беркут в полутора километрах ей угрожает опасность. Ей остается только распушить свой толстый зимний мех, и притвориться сугробом. Дни тянутся медленно, а снега, в котором так отчаянно нуждаются зайцы, все нет. зевание помогает зайцам оставаться на чеку. Потягиваясь, они разогревают мышцы. Они должны быть готовы к бегству в любой момент. зайцы продолжают питаться, даже оставаясь неподвижными. Самка ест свои фекалии. она получает питательные вещества, хотя они уже и были переварены. через час темнеет. Благодаря своим навыкам зайчиха почти пережила день. В двухстах тридцати километрах к северу от зайцев находятся Аркнеиские острова. Здесь родственники альбатросов ждут, когда погода переменится. глупыши уже неделю в ловушке на берегу. Места их кормления далеко в море. Но им нужны сильные ветра, чтобы туда добраться. Хорошая погода лишила их свободы и еды. Но вдруг все меняется. порывистый ветер треплет их перья. О великой радости они сообщают другим птицам на утесе. расправив свои узкие крылья они наконец взмывают в воздух. Сперва проверка на устойчивость. Когда скорость ветра достигает 40 километров в час летать одно удовольствие. Глупыши, чья жизнь зависит от ветра, устремляются в море. Вот та зима, которую они так ждали. Волны, поднятые ветром в Атлантике, набирают силу, продвигаясь на восток. Всю свою ярость они обрушивают на Аркнейское побережье. в Атлантик. Они попали сюда. Актик. Они они Бушующие моря взбалтывают крошечные морские организмы. Солеными снежинками она выпадает на берег и удобряет землю. Зима усиливает свою хватку. Только в феврале три сильных ливня обрушились на западное Нагорье. Бесконечные дожди – злейший враг благородных олив. Снег они могут стряхнуть, но промокнув, им не высохнуть. Один молодой самец не выдержал суровых условий. Зима, наконец, берет свое. Его смерть не остается незамеченной. Столько мяса конюку хватило бы на всю зиму. Но есть самке приходится очень быстро. Вокруг полно других голодных хищников, рыскающих в поисках добычи. Еще один конюк обнаруживает труп. Он молод и терпеливо ждет своей очереди. Но она может так и не наступить. За ними наблюдают беркуты. В Шотландии не более 400 пар этих птиц. Но поскольку самки весят 5 килограммов, у конюков нет никаких шансов даже против одной. Самка беркута почти метр в высоту. Клювом она с легкостью рассекает плоть. Ногами она может разломать кости. Ее партнер наблюдает издалека. Он меньше, старше и немного побаивается самки. Лучше ей хорошенько подкрепиться, прежде чем лететь дальше. Смерть молодого оленя подарила надежду паре беркутов. Плоть оленя позволит им не только пережить зиму, но и подготовиться к грядущему весеннему сезону гнездования. Пока что зима не собирается отступать. Свинцовые облака обрушиваются ливнями вместо снега. Эта зима в Великобритании самая влажная за последние 100 лет. Спустя недели бесконечных ливней выносливейшие из животных Шотландии устремляются к берегу. Потомки древних козлов с богатой родословной. Фермеры каменного века одомашнили их 4000 лет назад. Давно покинутые, они приспособились выживать в местности, которая не щадит слабых. Толстая и косматая шерсть защищает их от дождя и холода. А водоросли, выброшенные на берег очередным штормом, обеспечивают козлов питательными веществами, которые непросто найти на земле зимой. Они особенно важны для кормящей мамы. Всю энергию она тратит на выработку молока для детеныша. Для младшего из козлят такая странная еда в новинку. Но перебирать ему не приходится. Как и козлам, которые чуть дальше на берегу, обдирают кору с упавшего дерева. Схватывать нужно на лету. Привередам нет места в суровых условиях шотландской зимы. На шотландских островах море определяет погоду. Сейчас конец зимы. И большинство рыб в глубоких водах далеко от берега. Молодому самцу-выдры приходится непросто. Он ищет место для охоты, где можно обосноваться. В прошлом году о нем заботилась мама. А теперь он сам по себе. У него на лице шрамы от серьезных столкновений. Придя сюда, он снова рискует. Поблизости более крупный и доминирующий самец. Он с радостью вопьется в молодого соперника, если заметят его. Увыдр острое обоняние. Но, продвигаясь по ветру, молодой самец увеличивает свои шансы остаться незамеченным конкурентом. Голодный, он спешит на рыбалку. Он держится на мелководье, где можно спрятаться в водорослях. На этот раз ему повезло. Альфа-самца отвлекла овца. Она обеспечила раненому самцу больше времени на рыбалку. Он возвращается с добычей. Улов слабый, учитывая, сколько сил было потрачено. Питательная ценность крабов мала. А есть их одно мучение. Иного выбора нет. Придется рискнуть всем и вновь отправиться на охоту. Когда ледники растаяли 11 тысяч лет назад, сосновые леса постепенно разрослись на Кернгурмских горах. За счет близкого расположения стволов сосны — надежное и безопасное зимнее убежище. Многие птицы зависят от сосен. Но больше всех — клесты. Один из видов семейства вьюрковых. Обитает исключительно в Шотландии. Нигде в мире его больше нет. У клестов уникальный скрещенный клюв. Благодаря которому они добывают семена из шишек. Доступ к еде даже в разгар зимы обеспечивает им преимущество перед другими певчими птицами. Они уже образуют пары для раннего гнездования. Один из самцов нашел замечательное место, чтобы покрасоваться оперением. Но конкуренция велика. Его соперник приводит себя в порядок и быстро привлекает внимание самки. Одинокому самцу остается смотреть, как другой очаровывает поклонницу. В Кернгурмсе самые низкие температуры и обильные снегопады во всей Великобритании. Хотя в этом году погода и мягче, холодает быстро. Редчайшие обитатели соснового леса готовятся к суровым испытаниям. Белок почти не осталось в Соединенном Королевстве. Калидонский лес — один из их последних оплотов. белки не впадают в зимнюю спячку. Их жизнь зависит от запасов, заготовленных осенью. Но они не бесконечны. Тайники могут быть обнаружены другими белками. Чем дольше тянется зима, тем больше вероятность истощения припасов. Всякий раз, когда температура падает, хотя бы на градус, белкам нужно есть больше, чтобы сохранить тепло. Пушистый хвост — своего рода зонтик, защищающий от мокрого снега. Внезапно все меняется. Едва животные Шотландии начали готовиться к приходу весны, наступает запоздалая зима. Если погода не изменится, последствия будут катастрофическими. От скалистых островов на Дальнем Севере до обледеневших лесов на Юге дикие животные проходят испытания на выносливость. Целую вечность они приспосабливались к среде, чтобы не просто выживать, но процветать в последнем из величайших диких бастионов Шотландии. Редактор субтитров А.Семкин